Проверить все автобусные остановки без исключения. Такое поручение дал глава города-курорта. Он напомнил, что существуют нормативы. Остановочный комплекс должен оставаться таковым, а не превращаться в магазин или кафе. В то время как пассажиры ожидают транспорт едва ли не на проезжей части. Кроме того, Юрий Поляков ждет от подчиненных, прежде всего от отраслевиков и муниципального контроля, конкретных предложений по борьбе с несанкционированной торговлей. Я хочу, чтобы на следующей планерке вы доложили, какие меры будут вами приняты совместно с полицией, с муниципальным контролем. Я не знаю, как вы будете, чтобы несанкционированная торговля в городе просто отсутствовала. Ее просто не должно быть. Также необходимо, чтобы иногородние предприниматели, которые работают в Анапе постоянно или приезжают на сезон, платили налоги в местный бюджет. Время за учет могут становиться как угодно, но чтобы налоги они платили здесь, в муниципальном образовании. Юрий Поляков потребовал от подчиненных вовремя подавать заявки на участие в государственных программах, привлекая средства на условиях софинансирования, работать с депутатами, которые представляют Анапа в законодательном собрании края, Ириной Конограевой и Юлией Пархоменко. В распоряжении каждого из них есть по 2 миллиона рублей, которые они могут потратить на нужды территории. Помимо этого, такую же сумму готов вложить в формирование городской среды спикер Краевого парламента Юрий Бурлачко. Мы должны правильно использовать эти деньги так, чтобы это не было размазано, понимаете, вот размазано и ничего не видно. Можно сделать там 2 метра асфальта, пол тротуара, 2 столба поставить и этого никто ничего не увидит. Если это, допустим, ну грубо говоря, освещение, ну давайте сделаем там квартал, там 2, 3, 5, за эти деньги можно, наверное, сделать много там или улицу, чтобы было видно сказать, депутат такой-то сделал там это. Этой весной один из застройщиков сдаст детский сад. Для того, чтобы его оснастить мебелью, потребуется 18 миллионов рублей. Юрий Поляков поручил изыскать необходимую сумму. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова